Доброе утро, добрый день, друзья! Всех рада приветствовать себя на канале. Да, конечно, мы в Венеции. Где же я могу быть? Мое место проживания в Венеции, в ПМЖ. В Венеции, конечно, могу немножечко покурсировать по Италии, но в последнее время это очень редко бывает. А вот Венеция это да. И, конечно, понто де Риальто. Мост Риальто. Место встречи изменить нельзя. Отсюда мы начинаем сегодняшнее путешествие. Что впереди, не знаю. Что нас ждет, не знаю. Увидим, посмотрим, услышим. И все буду снимать, по возможности. Идем. Наверное, я вам просто так вот сниму немножечко людей, да. Хочу сказать, что американцы начали уже прилетать, потому что вы знаете, что у меня все, все, что я вам рассказываю, это все от Венеции. Все от Италии, я ничего нигде не придумываю. Все данные соседние у меня, конечно, оттуда. Когда Маура работает, у него же свой магазин, урановского стекла, куда я тоже сейчас направляюсь, потому что он говорит, чтобы я немножко его там подменяла иногда, когда он занят. И говорит, что прилетели американцы, и началась уже торговля. Это радует. Потому что больше всего они ждали американцев, русских. Русских сейчас нету. И японцы с китайцами. Они то разные, но японцы больше путешествуют, чем китайцы. Китайцы трудятся. Ну и покупают тоже. Вот такое движение на Мастури Альта. Мне кажется, вы уже все со мной видели. И все равно вот потягиваются новые и новые зрители. Вот я заметила. То, конечно, кто-то попадает впервые на канал. И будет интересно, я думаю, узнать все о жизни Венеции. Ну, не все, а все то, что происходит со мной в Венеции. Все то, что вижу я. То бишь, видеть Венецию моими глазами. Вот так правильно, наверное, будет. Чао. Так, а что это за выставка, меркаты? Магазинчик. Я вижу, что это натуральная кожа. И есть портмоне с разными знаками зодиака. Хочу понюхать. Ой, снимаю маску. Забыла, что можно снять маску. То на улицах уже их не надо. Дементикатос. Уливу. Сицентирую о дороди пэлэс, ай. Ну, какая-то маскарина. Да, честно говоря, мне легко заговорить с людьми. Мне как-то нету разницы, какая я национальность. Знаю, я знакома, не знакома. Ну, Маурой говорит, что это не только Маурой, что это какой-то. Ну, не все так могут. Он говорит, это дар, это талант. Я говорю, ну, хорошо, хорошо, талант. Ты все разговариваешь, как бы ты уже их знаешь всю жизнь. Я не знаю. Просто если ты открыт к человеку, и человек чувствует твою энергию. Ой, какие мягенькие. Фуксиалы. Смотрите, на что я смотрю, конечно. И разные цвета. Посмотрите, реклама, то Коста. Это чинька, Сима. Угу. А почему blue и джалл? Blue и джалл, как... Украина. Да, 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 как украина, флаг Украины. Почему? Почему? Потому что они делают так, как они делают. И такой есть зеленый. Красивенький. По 35 евро они. Вот. И такие вот есть дешевле, короче, чем... Какой-то такой рынок я впервые так попала, чтобы так вот в центре Венеции вот был этот рынок. Прима вольтовая до песто мерката. А, пер пасква. О капито. Э местре. Меня на пасква и на танец. Ага. На Рождество и на пасква вот такие вот меркаты. И вот это натурали кашемировцы. Все кашемировцы. Все кашемировцы. Угу. Натуральные вот такие шарфы. У них тоже есть по 28 евро эти шарфы. И везде вот солидарность. Видите, вот. А мне вот этот цветочный нравится. Цветочный красивый, да? По 25 вот эти цветочные. Вот такие меркаты, оказывается, тут есть. Вот 5 лет живу и как-то не попадала, вы знаете. Вот я вам говорю, вот, может быть, вам надоело смотреть. Да ничего вам надоело, мне само не надоело, потому что всегда нахожу что-то новенькое. Давайте уже подойдем сразу же к витрине Луизы Эспаньоли. Посмотрим, что она на эти недели, какие витрины. Я уже отсюда вижу зеленый цвет, голубой, бирюза. Вот такие вот цвета. А вот костюм. В этом году очень нодно яркие костюмы. И это именно, чтобы это был брючный костюм. Вот, кстати, с сандалиями. Видите, вот такие сандалии на низком ходу, плетеная сумочка. Но это костюм ляной, конечно же. Ну, мне нравятся вот такие костюмы. Но все возвращаются, как всегда. Да, вот. Платье такое в стиле сафари, можно сказать, тоже. А-а-а, да. Красиво, красиво сегодня, красиво. Вот это замш всегда люблю. Угу. Ну, и такие леопардовые. Леопардовый принт тоже есть. И ляные натуральные цвета. Спасибо, Луиза Эспаньоли. Мы идем дальше. А вот это рядышком с нами Сисли. Сисли. И не рядышком. Ой, Аморе. Думала, кто? Это же как мне Аморе. А это фонда Кодельтадески, где марки Люкс. Мы с вами были неоднократно. Сегодня не захожу. Потому что это я как бы иду. К Мауро. А по дороге... Ой, как голубь низко полетела. По дороге вот снимаю для вас. К Мауро магазину. Уточняю. Это ресторанчик вот так внутри. Вы знаете, солнышко светит. И я смотрю, люди, те, которые приезжие, они раздетые все. Вот очень приезжих видно. По одежде реально, по одежде видно. Боже, опять Москву дело забыла. Потому что они думают, что солнышко. Они думают, что они в Италии. И что в Италии очень тепло. Да, нет. Не забывайте, что вы Венеция. Венеция – это город на воде, на воде, на болоте. Я бы не сказала, что тут тепло. Я уже неоднократно вам говорила, что тут тепло, когда солнышко. Солнышко спряталось. И сразу же холодно. Холодно и сыро. Бонжерно. Вот эта батарея, да, мне нравится. Вот так вот, посторону. Я когда-то себе так специально искала и меняла в квартире. В квартире новая, новая батарея. Я искала, всем давала задание и красила потом ее в разный. Красный у меня был цвет. Вот смотрите, как по-разному одеты люди. Видно, что это приезжие, правда? Шляпка солнышко. Летнее платьишко. Я сегодня видела еще девочку в шубке. Ну, вот так. Вы знаете, я вот себе тоже ехала и думала. Всегда возмущаемся, что вот, Венесия. Ничего не делают, никаких реставраций нет. А потом думаю, ну она же этим и уникальна. Именно этим и уникальна, что она вот сохраняет себя. Да, себя, саму себя, да, сохраняет. Хотела опять сказать, вековую пыль. Ну да, можно вековую пыль, но это уже я прицепилась к этому выражению. И везде его тулю. Но это правда, так и есть. Сохраняет вековую пыль. Вот так вам показываю. Идем с вами и смотрим. Люди прям сидят вот так себе на улице. А я хочу зайти. Вот, сейчас зайду. Если здесь девочка-молдаванка сегодня работает, мы с ней пообщаемся. Он, не знаю, сейчас прошу. И даже не показывать? Не показывать? Нет, я просто вот сейчас скажу людям, что мы находимся в бутике. Тартухи – это грибы такие. Это такая вот очень на любителя специфическая еда. Я, кстати, никогда... Там есть. Никогда их... А, мокрый. Да-да-да, вижу. Никогда их не пробовала. Всегда такой запах какой-то. Но есть любители, а есть, которые просто не переносят этот запах. Вот те итальянцы, с которыми я встречалась, никто не кушает. Знаешь почему? Хочу купить, попробовать. А девочка с Молдовы, наверное, разговаривает на русском языке. Выли уже здесь? Да. Нет, я прохожу постоянно, потому что я здесь живу. Я даже говорила, и вы же из... Вот говорю, дай мне попробовать. Она говорит, ты уже пробовала, ты уже здесь была. Говорю, так... Это оливкин, чоусы, черный трюфель. Это с чернилом каракатицы. Это пейсто с черным трюфлем. Это с олосом. А я могу попробовать с каракатицей. Я вроде бы черный пробовала и белый, я не помню. Белый попробовали с пармезаном. Она помнит, с кем я пробовала. Подожди. Есть другой белый, который классический. То есть он с грибами, там чуть-чуть больше трюфеля. И чувствуется больше. Вам был понравился ядна, я помню. Да. Я вам уже говорила. Тогда дай мне эту баночку, пожалуйста. Я не подумала, что вы работаете только, потому что я английский так вижу. Грибы, белый трюфель. Что еще? Да, наобедите, наобедите. На маски, пожалуйста. Бобена я возьму, ты занята. Ну, давай. А это более нежный. Кстати, тоже сказала девочка, она с Молдовы, что тоже начали покупать. Она говорит, я заметила, что уже приехали американцы. Начали покупать. Значит, я вот этот беру, да? Да. Квеста, да? Угу. 10 евро. Этот? Ты говорила с чернилом каракатицы. Чернила каракатицы. Не знаю, что, но мне понравилось. А тот светлый мне тоже нормальный. Ну, он там чеснок или что-то наслышит? Этот актор Туртуб? Вот я иду к людям работать и уже наелась этого. И будет запах потом? Не будет запаха. Не будет запаха. Он просто вкусный чеснок, но... Запаха не будет. Угу. Боже, я думаю, да, сделала. Вот этот, да, я пробовала еще. Да. Угу. То дам мне, пожалуйста, и вот этот тоже. Две баночки. Возьму. Пасха идет, может, гости приедут. Пасха свежая, а? Свежая? Угу, спасибо. Свежая пасха. Как кушать вот этот Труфель, который я купила? С чем? С яйцами? Типа яичница? Только скроп. На сковороде? Перемешать. Перемешать вместе. Угу. То есть сначала чуть-чуть черный паста. Угу. Чуть-чуть черный. Ага. Сначала его чуть-чуть поставьте, там еще чуть-чуть масла и добавляйте яйца. Угу. Угу. Умешивайте и у меня можно сюда. Угу. Не надо пасты, только яйцо и Труфель. Это что с яйцом делается. И всем кушать с греночкой, вот так вот показывает. И я. И как обычно строго. И очень много, потому что они берут свежий, натирают яйцо. Получается вкус такой... Специфический на любителя. А тебе нравится? Нет. Нет? Ты вообще не кушаешь? Нет. Меня накормила сама не. У меня аллергия на грибы. Молодец. У меня была аллергия на грибы до 20 лет. Ужасная. А сейчас люблю так, что просто... Но у меня тоже, когда я была маленькая, очень большая лергия была. А сейчас я могу какие-то грибы, могу купить, потому что они не белые грибы. Только не белые. А белый как? Пасту. Пасту. Угу. И потом еще чуть-чуть с маслом. Угу. И этот соус. Боже, все хорошо. Все, спасибо. Я же сказала, когда хотите, заходите. Окей, спасибо. И да, и обменяемся. Я тут постоянно тоже. Я просто тебя не всегда видела. Вы же тут меня... Мальчик какой-то. Я люблю по магазинам. А сколько магазинов вот таких вот? Три магазина по Венеции. Все, хорошо. Окей. Все, благодарю, дорогая. Все, Майя, папа. До встречи. Созвонимся. Нам взаим. Мы наконец-то с Майей обменялись телефонами. Мне тяжело запоминать лица, заметаются лица. А она говорит, может, вы же здесь ходите постоянно. Ну, говорю, все, поняла. Хорошо, мы обменялись, потому что у нее татуаж бров, татуаж губ, маникюр. Но все же то же самое, что и у меня. И я говорю, где она делает. Надо же обменяться, да? И посоветовать друг дружке. Я говорю, сейчас приехали девочки с Украины. Приехала. Те, которые попереезжали с Украины, вы же знаете. Почему и как? То я говорю, у меня есть девочка, которая приехала с Украины. Косметолог. Я еще ее не пробовала. Вот, не получается никак, потому что она сейчас переехала немножко дальше. Вот, есть еще девочка с Украины, с Золочи, возле Львова, которая тоже работала в косметическом салоне и делала татуаж. И у нее еще пока... У нее еще пока украинские цены. 70 евро губки, 70 евро бровки, татуаж. Вот, молдаванка девочка здесь делает по 150 евро, 150 губки, потом через месяц коррекция еще 50 и бровки тоже 150. Ну, а если уже делать в Венесе, в самой Венесе, тут тоже украинка девочка открыла свой салон. Она уже лет 20 здесь. У нее и мужчина, итальянец, венецианец был. Ну, и вот получилось ей открыть салон. То у нее по 300 евро. Понимаете, потому мы так обмениваемся информацией друг с друг дружком. А вот тут готовят свежую пасту. Она долго не может сохраняться. Она свежая, без каких-то концентратов. Вот. И тоже все показано, как готово. И вот так вот на ходу люди сразу же снимают пробу. Вот сразу видно, что это Германия или Голландия. Вот. Раздетые и белокожие. А, еще и конопатые. Угу. Немцы. И на этом этот маленький такой обзорчик, маленькая такая видюшечка. Я буду заканчивать и говорить всем спасибо за просмотр. И я, наконец-то, буду кушать тартуфи. Маура не любит, даже запаха не переносит. Ну, мама, наверное, попробует. Может, гости, которые какие-то заедут ко мне, тоже предложу попробовать. И вот вы уже увидели, что такое тартуфи. А потом я расскажу, когда приготовлю, так как мне порекунь давала Майя. Все, чао-чао. Всем па-па-па-па-па-па. Субтитры сделал DimaTorzok